Заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка посвятили важной проблеме предоставлению жилья особым категориям граждан. Сегодня в нем нуждаются более 68 тысяч семей. Это и многодетные, и молодые семьи, дети в силу различных обстоятельств, оставшиеся без заботы родителей, и те, кто проживает в аварийных домах, а это плюс еще 9,5 тысяч человек. Социальные гарантии по предоставлению жилья таким категориям граждан в этом году в республике не выполнены. Чтобы обеспечить жильем всех особо нуждающихся, требуется более 18 миллиардов рублей. В этом году выделено 927 миллионов. Крышу над головой получили 886 семей. В общей сложности Минстрой Чуваши приобрел для детей-сирот 6 квартир из запланированных 85. Глава республики жестко высказался по этому поводу. Хорош только тот план, который приносит реальные результаты. Очевидно, что правопорядок в широком понимании складывается из многих-многих-многих факторов. И здесь важно нам с вами работать очень сосредоточенно, слаженно, ну и, конечно же, реагировать просто моментально на те проявления нарушений закона, которые могут нанести общественный, тем более, если речь идет о значимом общественном уроне. Сдвиг сроков реализации госпрограммы только усложняет ситуацию. Цены на рынке недвижимости растут быстро, и выделенных средств на приобретение квартир у государства не хватает. Если ранее в программе закладывали цену одного квадратного метра около 36 тысяч, то реальная составляет 42-44 тысячи рублей. Застройщики не хотят продавать в убыток себе. Отметим, что сейчас в республике норматив изменен и будет определяться с учетом актуальной цены на рынке жилья. Уже сейчас в столице республики прошло несколько аукционов, и есть поставщики на 48 квартир. До середины января со стороны Минстроя и администрации Чебоксарного и Чебоксарска совместно будет сделано конкретное предложение первое на пять, второе на десять лет. Исходя из темпов строительства, из потребностей и из возможностей строительного рынка, мы перейдем на потребности и готовы дополнительно отрабатывать эти вопросы по выделению финансовых средств. Из 160 миллионов рублей, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей, столица освоила только 67 миллионов. На участие в аукционах на строительство и приобретение такого жилья не было подано ни одной заявки. Постоянно 1 декабря 119 судебных решений исполнены, жилые помещения предоставлены, 259 судебных решений у нас на стадии исполнения. Как вы уже отметили, наибольшее количество исполненных судебных решений у нас на сегодняшний день по городу Чебоксаре, это 191. Мы перед собой и органы местного управления ставим задачу в следующем году нарастить темпы по обеспечению жильем детей-сирот, выстраиваем диалоги с застройщиками, которые готовы участвовать в реализации данной программы. Когда дело касается самых незащищенных категорий, медлить нельзя. Если сирота не получил жилье до 23 лет по вине государства, то оно все же обязано предоставить ему квартиру безвозмездно. Разрабатывается еще несколько механизмов реализации жилья, в том числе с использованием экскроу-счетов и договоров социального найма. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.